Полутемный зал, гул голосов, щелканье клавиш и мерцание мониторов. На экранах знакомая многим миллионам компьютерная стрелялка. Точнее, наиболее современная ее версия. Это первый за долгое время киберспортивный турнир в Барнауле. Во время самоизоляции их просто не проводили. Не все технологии предполагают удаленку. Здесь нужно быть рядом, видеть реакцию. Да и компьютеры нужны особые. Сейчас такое время, когда игры становятся требовательными, все дела. А в основном людей дома ноутбуки, либо что-то такое, что в первую очередь заточено под учебу. Они не могут поиграть. И опять же, не всегда дома ты можешь с друзьями поиграть. Здесь ты пришел и играешь с друзьями, проводишь время. 14 команд, 70 участников из Барнаула и Новосибирска. Примета времени игроки пользуются средствами защиты. По крайней мере, стараются. Геймеры признаются, вынужденный простой, недостаток тренировок для них так же вреден, как и для любых других спортсменов. В этой игре немного по-другому, по сравнению с футболом или с паунием. Я вот занимался 8 лет. Я занимался сколько? Два раза в неделю. И мне этого было достаточно, чтобы держать себя в форме и улучшать свои результаты. Здесь так не работает. Потому что здесь очень часто что-то меняется. Нужно быть в форме, чтобы быстро к этому адаптироваться. Все время поддерживать свою струйбу, улучшать ее. Потом понимание игры, учить новые гранаты. Потому что как-то меняется достаточно быстро, и нужно к этому уметь адаптироваться. Теперь у геймеров одна надежда, что строгий карантин не вернут, залы не закроют, тренировки не сорвутся. В планах новые турниры в октябре и декабре. Без них, уверены, развитие модного киберспорта просто невозможно. Илья Кочетков, День с толком.